В каком бы состоянии вы не находились, супер праведном, супер греховном, супер полуправедном, супер греховном, у вас всегда есть возможность строить скинию для Господа Бога. К сожалению, в нашей жизни не бывает абсолютно праведного и абсолютно греховного состояния. К сожалению, человек не бывает просто плохим. Он бывает вот в чем-то плохим и в чем-то хорошем. Он может быть безмерно щедрым для своих и воровать у других. Он может все отдавать другим и ничего не приносить в свой дом. Он может обожать свою жену и ненавидеть одновременно все человечество. Он может быть самым большим добряком дома, взять нож и выпив водки, зарубить соседу. Вот такой человек. И каждый, кто ожидает начала служения Господу Богу лишь после достижения всеобъемлющей праведности, мало того, что он напрасно тратит время, он еще и совершенно напрасно надеется, что когда-нибудь достигнет такого состояния. В то же самое время грешник, который уже здесь, уже сейчас начинает что-то строить, не обращая внимания на то, что он не достиг праведности, он ничем не хуже праведника, который каким был и таким остался. И те, которые посередине. Где бы мы ни находились, в состоянии праведности или в состоянии греховности или одновременном состоянии и праведности и греховности, Господь Бог всегда найдет нас, особенно если мы будем в каждый отдельный момент времени, осознавая свою праведность или греховность, все-таки понимать, что без Него мы вообще ничего не можем добиться. Сегодня, когда мы вспоминаем вот о смерти нашего Господа, я хочу, чтобы мы поняли. Мы вспоминаем сегодня не потому, что мы достигли и не потому, что мы ужасно плохи. Одна из вещей, которую я совершенно ненавижу, это вот такое омерзительное садомазохистское отношение к себе, пренебрежение и унижение к попытке доказать, что мы ничего не стоящие, не просто рабы перед Господом Богом, но ничего в этой жизни добиться не можем, унижая тем самым образ Господа Бога в нас. Мы на самом деле любимы Господом Богом, и Господь Бог придет в нашу жизнь, если мы будем недоправедниками и еще незаконченными, не ожесточившимися до конца грешниками. Господь Бог всегда будет там, куда есть направление к Нему, вне зависимости от того, на какой ступени вашего духовного развития Он вас застал. В тот момент, когда Он обращается к вам о том, чтобы вспомнить Его, Он имеет в виду именно ваше конкретное состояние. Кто может вспоминать? Тот, который находится не на замечании, или тот, который ни в чем дурацком не был замешан, или который трижды в день молится, или который любой может. Грешник, тем более, согрешивший грешник в три раза скорее, потому что у Господа Бога надежда, что может быть через это, хотя бы через это, человек может быть первый раз задумается о милости, выданной ему авансом. Да, он не заслужил, да, он не стоит, но Господь Бог дает ему возможность вспомнить о будущем. Помните, было такое кино, «Воспоминания о будущем». Да, он плох, но он не настолько плох, чтобы у него пропало желание стать лучше. И точно так же пастору, пресвитеру, диакону, шмякану, даже если вы очень хороши, даже если никогда вы не изменяли своей жене, даже если вы всегда подавали бедному и трижды в день произносили молитву, слушая Израиля, или иже еси на небеси, у вас в жизни всегда есть место для того, чтобы посмотреть на себя несколько со стороны и увидеть немощность своих поток. Господь Бог нужен всем. И мы вспоминаем, я не зря подчеркнул, для всех, для супер верующих, для маловерующих, для недоверующих, для еще неверующих в том числе, может быть, хотя бы это зацепит, может быть, хотя бы это коснется вашей души. Иисус позволил даже Иуде опустить руку в блюдо вместе с Ним. Мы же в пылу своей гордыни не позволяем своим братьям этого делать, потому что они хуже тех, за кого умер Иисус. Нет, потому что мы думаем, что мы лучше их, и мы более достоин. После, до, во время, всегда. Где бы мы ни находились, Господь придет в любую точку нашего духовного падения, лишь бы мы захотели из Него выбраться. И Он предлагает нам это сегодня. Вспомнить, напомнить себе, для того, чтобы мы, вспоминая о Его смерти, все-таки могли выбрать жизнь. Вспоминая, что Он найдет нас везде, там, где мы Его пригласим. Когда настал вечер, Он возлег с двенадцати учениками, и когда они ели, сказал, истинно говорю вам. Один из вас предаст Меня. Они опечалились и начали говорить Ему, каждый из них, не я ли Господь. И Он сказал в ответ, опустившись со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как и написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. И лучше было бы этому человеку вообще, то есть вообще не родиться. Иуда, при этом, предающий Его, сказал, не я ли, а рады. Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, преломив, раздал ученикам, сказал, примите и едите. И это есть тело Мое. Благословенный Господь Бог, производящий хлеб из земли. Прости нас, Господи, что мы считаем возможным для себя иногда не вспоминать о себе, либо потому, что мы недостойны, либо потому, что мы и так достаточно хороши. Один грех не лучше другого. Как и грех самоправедности, так и грех самоосуждения и непонимания того, что Иисус пришел и для тех, и для других. И тех, которые строят тельца до построения скини, и те, которые строят после нее, и те, которые во время одной рукой грешат, а другой совершает праведные дела. Ты нам нужен всегда, везде и во всем. И мы приглашаем Тебя, Господи, в нашу жизнь. И те, которые думают, что веруют давно, и те, которые не знают, что они уже давно верят, и те, которые вообще никогда не слышали о Тебе, но, может быть, задумались первый раз. Благослови нас, Господи, сделать это воспоминанием, напоминанием о нас самих, о том, что Ты любишь нас. И благослови нас для новой жизни, лучшей жизни в Тебе. Аминь. И взяв чашу, и поблагодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Вы слышите, пейте из нее все. Ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Баруха Та Донай, Элогоейну Мелеха Олам, Орей Приагафен. Аминь. Божественный Господь, Бог, произрастающий плод виноградной лозы. Во имя Ишуа. Аминь. Оба очи. Прости нас, что мы ругаемся над твоим сыном даже до сегодня, находя себе различные причины и отговорки. Почему бы нам о нем не вспомнить сейчас? И почему бы нам не сделать свое ухо тугим, когда мы постоянно призываем его имя Твое вспоминать, вспоминать, вспоминать с напоминанием о том, кем мы стали, кем мы могли бы быть. Благослови нас, Господи, всегда помнить, не только во время вечери, но и все дни нашей жизни. Благослови нас на то, чтобы не превозноситься над другими и не считать себя хуже всех других и недостойных того, ради чего Ты, собственно говоря, умер. Напоминаю нам постоянно, что даже думая о Тебе, чем мы грешим корыстностью, корыстностью того, что мы там будем. Разве просто так мы Тебя любим? Ведь мы же знаем за что. А если бы не знали? Господи, благослови нас, благослови всю цинагогу, всех любящих Тебя, еще не любящих Тебя, еще не знающих Тебя, да и тех, которые начинают о Тебе забывать, попривыкнув к своему статусу, в который они зачастую и сами себя и возвели. Благослови нас, Господи, и на всю нашу жизнь, и на оставшийся вечер, и остаток служения наших родных, близких, деточек наших, маленьких и взрослых, и внуков, тех, кому Господь даровал их, жен наших возлюбленных, мужей, родных, близких, братьев, сестер, а просто друзей, соседей, народу наши. Храни нас, Господи, храни нас в мире и в любви, убереги от войны и вражды, благослови, и да будет на все Твоя воля, во имя Ишуа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова